Между тем в правительстве страны транспортники России подвели итоги года и обсудили перспективы отрасли. Там прошло заседание расширенной коллегии Министерства транспорта. Подробности далее. Прежде всего собравшиеся почти лиминуты молчания погибших в Санкт-Петербургском метро. Далее выступающие, докладывая об итогах работы отрасли и перспективах развития транспортного комплекса страны, отметили, что сегодня по многим направлениям достигнуты хорошие показатели. Однако к решению предстоящих задач нужно подходить комплексно. Вот эти достижения отрасли были бы невозможны без вашего, уважаемого коллеги, каждодневного добросовестного труда, профессиональных знаний и умений. И самое главное, слаженной работе сотен тысяч транспортников, которые стоят за вашими коллективами. В рамках мероприятия лучшие работники транспорта были отмечены орденами, медалями и грамотами. В том числе правительственные награды были вручены тем, кто работал в день трагедии на станции метро в Санкт-Петербурге. В заседании коллеги приняли участие представители транспортного комплекса из разных регионов России, в том числе и республики Саха-Якутия. Был достаточно содержательный доклад министра транспорта Российской Федерации Соколова Максима Юрьевича. Одним из приоритетных направлений он назвал развитие транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. Это и реконструкция БАМа, Транссиба, реконструкция аэропорта Дальнего Востока, создание крупненных центров управления воздушным движением. Ну и еще один важный момент. Помощник президента России Игорь Евгеньевич Левитин высказал о том, что планируется рассмотрение на заседании Государственного совета Российской Федерации вопросов, связанных с развитием региональных авиаперевозок. Кроме того, были заслушаны доклады представителей Законодательного собрания Российской Федерации, а также счетной палаты России. Похоже, что после подобных мероприятий транспортная отрасль страны получит новый положительный импульс. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НБК САХА, Москва.